добрый день сегодня у нас 11 лекция она посвящена ядерным реакциям и делению атомных ядер получению ядерной энергии но более детально темы лекции следующие ядерные реакции обозначение канала реакции закон сохранения в ядерных реакциях порог реакции механизм ядерной реакции реакции через составное ядро и прямые реакции деление ядер хронология механизм и энергия деления продукты деления цепная реакция деления ядерный реактор атомная бомба история создания синтез ядер основные реакции синтеза водородная или термоядерная бомба советский военный термоядерный проект ну и начнем мы с ядерных реакций вот пример одной из ядерных реакций два изотопа водорода д и 3 3 соединяются в ядро гелия и при этом испускается нейтрон любой процесс столкновения элементарной частицы с ядром или ядра с ядром будем называть ядерной реакцией наряду с радиоактивным распадом ядерной реакции основной источник сведений об атомных ядрах ядерная реакция обычно рассматривают двух системах координат лабораторная система координат который ядро покоится и частиза снаряд налетает на это ядро и вызывает реакцию и система центра инерции в которой как снаряд так и мишени двигаются навстречу друг друга и встречаются в некоторой промежуточной точке и условия этой системы координат суммарный импульс частицы ядра равен нулю обозначение ядерных реакций ну вот например реакция которая вызывается протоном взаимодействующим с ядром лития в результате этого взаимодействия возникает два ядра гелия то есть две альфа частицы и эта реакция может быть записано в таком виде еще одна реакция ее можно записать в таком вот виде тоже в похожем виде вот еще одна реакция и умора записать в таком виде после скобочки можно указать конечное ядро первая ядерная реакция была осуществлена альфа-частицы с ядром азота в результате получался изотоп кислорода и протон это была первая реакция в которой удалось изменить тип химического элемента по существу есть такое понятие каналы ядерной реакции это те способы мы те способы которыми может осуществляться процесс взаимодействия на летающей частицы и ядра ну вот для случая взаимодействия протона с ядром лития может быть целый ряд конечных вариантов вот я их некоторые перечисляю здесь если возникает и в конце протоны тоже дролите почему в основном состоянии то есть в том состоянии в котором это ядро находилась до реакции то есть в основном состоянии то говорят об упругом рассеянии или об упругом канале если у вас конечное ядро оказывается в возбужденном состоянии то это уже будет не упругое рассеяние но еще возможен целый ряд реакций которые здесь привожу не все и все эти реакции кроме вот упругого канала относят к неупругим каналам законы сохранения в ядерных реакциях законы сохранения момента количества движения и из-за спина рассмотрим реакцию которая записана вот здесь частица маленько падает на ядро а большое возникает конечное дробь а большое и какая-то частица б маленькая сохранение момента количество движения требует выполнения равенства которые здесь вот я записал ну под этими обозначениями понимается спины участвующих частиц и их орбитальные относительные моменты причем равенство не только векторное но и равенство алгебраическое чуть ниже векторного равенства вот это равенство это алгебраическое равенство относится к проекциям моментов то есть спину участвующих частиц и их относительных орбитальных моментов но на одну из осей например кайзет система координат сохранение за спина имеет место в сильном или ядерном взаимодействии требует выполнения вот таких равенств такого равенства где вот этой буквой и обозначается из-за спин соответствующего объекта падающей частицы для конечной частицы ядра мишени и конечного ядра и в векторном виде это вот в таком векторный вид этого соотношения имеет такой вид для проекции скажем на одну из осей системы координат выполняется вот это алгебраическое равенство ну и следует заметить что в отличие от тех соотношений которые мы писали для моментов количества движения в этих равенствах отсутствует их относительных их относительные за спины то есть аналоги вот этим величинам верхнюю верхних равенствах так это связано с тем что из-за спин это есть некая эффективная это некий вектор фиктивном придуманном пространстве и естественно никакого механического смысла в него вложить нельзя закон сохранения четности вновь рассмотрим реакцию сохранение четности имеет место во всех взаимодействиях кроме слабого и требует вот следующих следующего равенства где буковкой и обозначена внутренней четности взаимодействующих объектов вот эти вот величины это их относительные орбитальные четности ну которые связаны с относительными орбитальные моментами вот вот этими соотношениями рассмотрим их реакцию где в начальном состоянии два объекта в конечном но какое-то произвольное количество объектов если для энергии реакции q имеет место соотношение которое здесь записала то реакция возможно если суммарная кинетическая энергия объектов а и b превышает некое пороговое значение формула пороговой энергии ядерная реакция в лабораторной системе координат была выведена нами в лекции один я ее воспроизвожу есть еще одна универсальная формула которая тоже была получена нами в лекции один я тоже воспроизвожу но обычно когда имея дело с ядерными реакциями то использует вот это вот соотношение причем поскольку вот это слагаемо в скобках последняя очень маленькая с большой точностью в качестве пороговой энергии можно использовать более простое более простое приближение механизмы ядерных реакции будем классифицировать ядерные реакции по времени их протекания в качестве временного масштаба удобно использовать ядерное время того с индексом я это время пролета частицы через ядро это время определяется вот этим соотношением и скажем если нуклон имеет 25 мега электрон вольт и прилетает через ядро содержащие 25 муклонов то это время будет порядка 10 минус 22 секунды для более тяжелого ядра имеющего большего размеры имеющего большие размеры вот это время 10 минус 22 секунды будет тогда когда налетающий нуклон имеет энергию порядка 100 100 мэв вот это время носит название ядерного времени вообще говоря она зависит естественно от энергии налетающей частицы размеров ядра и может меняться вообще говоря в довольно широких пределах например в пределах двух порядков по времени от 10 минус 21 секунды до 10 минус 23 секунды и так если время реакции которые мы обозначаем вот этой буквой порядка ядерного времени то это прямая реакция в этом случае время реакции минимально ясно что время реакции не может быть меньше чем время которое требуется для пролета падающей частицы через ядро с которым она взаимодействует если время реакции много больше того ядерного то реакция идет через составное ядро это некий термин который мы в дальнейшем раскроем конечно есть много случаев когда это время промежуточное между временем порядка ядерного времени и вот этим временем вот эти промежуточные случаи тоже конечно имеют место но мы их рассматривать не будем мы ограничимся двумя крайними случаями прямой реакции и реакции идущей через составную ядро прямая реакция что происходит в том случае осуществляется этот тип реакции в этом случае частица а маленькая передает энергию одному двум нуклонам ядра и они сразу покидают его не обмениваясь энергией с другими нуклонами эта частица летающая частица может также испытать рассеяние на ядре что происходит в том случае когда реакция идет через составное ядро в этом случае частица летающая запутывается в ядре делясь энергией со многими нуклонами ядра ядре устанавливается статистическое равновесие и она живет довольно долго до распада при протекании реакции через составное ядро она идет в два этапа первый этап когда эта частица застревает в ядре образуется некое ядро который здесь обозначена буквы c со звездочкой звездочка означает возбужденное состояние это первый этап образуется ядро почему называется на составным потому что она состоит из ядра мишени и на летающие частицы и так этап 1 это образование составного ядра в возбужденном состоянии этап 2 это распад этого составного ядра на конечное ядро и какую-то частицу b маленькая энергия возбуждения составного ядра в пренебрежение его отдачи то есть мы считаем что у нас реакция происходит таким образом ядро а ядро мишени покоится на это ядро налетает частица маленькая естественно когда это частица попадает в это ядро это ядро испытывает некую отдачу то есть на и начинает двигаться с некой скоростью так так вот энергия возбуждения составного ядра в пренебрежении его отдачи дается вот этим вот соотношением где t большого с индексом а маленькая это кинетическая энергия частицы налетающей а а b большого с индексом а маленькая это энергия отделения этой частицы из составного ядра вот справедливость этого соотношения будет показана чуть ниже в среднем на один нуклон составного ядра приходится энергия такого порядка то есть если энергия возбуждения делится среди всех нуклонов ядра то в среднем на каждому кому приходится вот такая энергия которая естественно дается вот этим выражением и как правило вот эта величина много меньше энергии отделения скажем нейтрона и протона из этого составного ядра ядро живет довольно долго до своего распада ну механизм составного ядра механизм реакции через составное дро был предложен нильсом бором в 1936 году и так если реализуется вариант реакции через составное ядро то энергия частицы снаряда делится среди многих нуклонов ядра каждый из них имеет энергию недостаточную для вылета из ядра проходит много времени прежде чем в результате случайных соударений нуклонов на одном из них или группе связанных нуклонов сконцентрируется энергия достаточная для вылета из ядра и частица и какая-то частица какой-то нуклон или несколько связанных нуклонов вылетают из ядра вот некая картиночка так энергия возбуждения составного ядра получим эту энергию рассмотрим реакцию вызываемые нейтроном изобразим ядерную потенциальную яму нейтрон взаимодействует с ядром а а что такое ядро а это некая система который выглядит таким образом есть ядерная потенциальная яма в которой находятся нуклоны образующие это ядро вот уровне на которых могут находиться эти нуклоны ядра а большое так ну и в качестве примера рассмотрим случай когда это ядро содержит 10 нуклонов 5 протонов и 5 нейтронов которые отвечая основному состоянию ядра находятся так сказать на самых нижних уровнях вот так условно можем представить себе некое ядро из 10 нуклонов основном состоянии вот эта величина есть энергия отделения нейтрона нуклонов по определению энергия отделения нейтрона это минимальная энергия которая требуется для того чтобы нейтрон вытащить из яда то есть поднять его на уровне нулевого потенциала то есть вот на этот уровень покажем нейтрон который налетает на ядро еще он имеет некую кинетическую энергии которая равна вот этому расстоянию ну и попав ядро так сказать он внутри ядра будет его его место можно изобразить по энергии вот таким вот образом так это кинетическая энергия нейтрона вот это расстояние энергетическое то есть энергия возбуждение вот этого составного ядра почему потому что основное состояние вот это составного ядра отвечает ситуация когда вот этот нейтрон занял бы самые нижние свободный самые нижние свободное положение энергетическое то есть перешел вот на этот уровень это было бы основное состояние ядра поэтому ясно что вот эта величина это по существу есть энергия возбуждения этого ядра то есть энергия возбуждения составного ядра этими горизонтальными линиями я показываю вам те так сказать свободные наклонные уровни на которых может оказаться нейтрон попавший в ядро таскать извне ну и из этой картиночки ясно что энергия возбуждения составного ядра это есть сумма примерно вот этих двух величин если мы пренебрегаем энергии отдачи ядра то есть энергии которые получают нейтрон получает ядро когда нейтрон попадает в него так он немножко толкает это ядро и у этого ядра возникает некая дополнительная кинетическая энергия если он перед этим находился в покой всем состоянием это величина незначительно поэтому с большой точностью имеет место вот это соотношение энергия приходящаяся на один нуклон составного ядра дается вот этим соотношением и распад составного ядра распад составного ядра это вот это вот стадия составного ядра составное ядро живет довольно долго то есть выполняется вот это соотношение время реакции много больше времени ядерного времени и после большого числа случайных между уклонных взаимодействий забывают историю своего образования поэтому эффективное сечение реакции идущие через составное ядро можно представить в виде где вот эта величина это сечение образования составного ядра а а вот эта величина вероятность распада составного ядра рассмотрим некий пример этот пример относится к уровням составного ядра которые возникают у ядра тори 233 который образуется при взаимодействие нейтрона с ядром тори 232 в некой энергетической области в области кинетических энергий налетающего нейтрона вот эта система уровней вот этого ядра выглядит следующим образом то есть при некоторых кинетических энергиях налетающего нейтрона образуется составное ядро уже живущая довольно долго это означает появление соответствующих резонансов так по вертикальной оси сечения образования составного ядра причем в таком в логарифмическом масштабе то есть видно что это сечение достигает довольно больших значений сотен барон время жизни каждого из этих резонансов его ширина на половине высоты связано соотношением это по существу некая иная запись соотношения определенности поскольку время жизни резонанса дает так сказать как бы определяет значение неопределенности временной существования этого резонанса а вот и величина гамма это неопределенность в энергетической ширине этого резонанса рассмотрим чему равны ширины ширины гамма этих резонансов уровня составного ядра гамма 233 вот в течение этой реакции которую мы с вами рассмотрим вот эти ширины оказываются меньше одного электронного вольта это означает что время жизни этих уровней может быть оценено вот и следующего соотношения и оказывается что она больше чем или больше или порядка 10 минус 15 секунда что на 4 порядка превышает время пролета нейтрона с энергии от 100 до 200 электрон вольт через ядро тория это время порядка 10 минус 19 секунды таким образом наблюдаемый резонанс это уровни составного ядра форма уровня составного ядра то есть форма резонанса дается некой брейд вигнеровской зависимостью брейд и вигнер это два физика которые впервые вот это вот соотношение записали мы его рассматривать детально не будем но форма резонансов ядерных реакций в общем сходно примерно с той формой резонансов которая имеет место в механике и в электрических цепях переходим к рассмотрению прямых ядерных реакций прямые реакции протекают без образования составного ядра за времена характерного ядерного времени то есть времени пролета частицы снаряда через ядро в прямых реакциях на летающие частицы передают свою энергию одному двум наклонами игра мишени которые сразу вылетают из ядра не успев обменяться этой энергии с остальными наклонами ядра пример реакции однонуклонной передачи срыва и подхвата нуклона вот ядро мишени на это ядро например налетает дейтрон то есть то есть изотоп водорода а что такое дейтрон это связанная система протона и нейтрона и вот эта система движется на ядро и пролетает вблизи его поверхности что может произойти вот этот нейтрон может быть сорван с этого нейтрона и присоединен к ядру так протон дальше пролетает уже так сказать не связанным с этим нейтроном а нейтрон присоединяется к ядру ну занимает одно из одно из ядерных состояний одно из ядерных оболочек и вот эта вот система ядро мишени а и этот нейтрон это уже связанная система то есть это ядро которое имеет а плюс один наклон вот эта реакция естественно происходит быстро потому что дейтрон пролетает мимо пролетая мимо ядра касается только его поверхности ясно что время взаимодействия будет минимально то есть соответствовать ситуации отвечающей прямой ядерной реакции вот эта реакция но есть название реакция срыва можно рассмотреть обратную реакцию когда протон пролетает влези поверхность и наоборот подхватывает один из нейтронов ядра и дальше он летит в виде связанной системы протона и нейтрона то есть в виде детрона вот а в ядре образуется условно выражаясь некая дырка это то место где ранее которое раньше занимал нейтрон вот простейшие примеры прямой реакции еще один тип прямой реакции от реакция p2p то есть когда на ядро налетает протон дальше он сам пролетая через ядро вновь вылетает но заодно ударяет другой протон и выбивает из него еще один протон то есть в конце имеем два протона что вот рассмотрим эту реакцию в том случае когда у нас в качестве ядра мишени является ядро литий-6 вот эта реакция показывает наличие у этого ядра двух групп протонов с энергиями связи 5 и 21 с половиной мегаэлектрон вольт менее связанные протоны имеют орбитальный момент ядре единичный а для более связанных этот орбитальный момент равен нулю вот эта реакция p2p ставилась так чтобы можно было вот как здесь записано с одной стороны определить те так сказать энергии связи которые имели вот протоны вы потом вот дополнительно выбиты из ядра в ядре лите до прилета туда так сказать вот этого внешнего протона и заодно можно было определить орбитальные моменты с которыми вот вот эти два типа протонов находились в ядре ну как ставился сам эксперимент мы с вами естественно рассматривать не будем но рассмотрим некую таскать картинку это результат эксперимента значит по вертикальной оси энергия связи вот этого протона выбитого дополнительного из ядра лития вот а по горизонтальной оси это число этих протонов ядра лития мы видим два максимума так который отвечает энергиям связи примерно 5 мэв и 21 с половиной мэв причем видно что площадь под этим максимум для протонов с меньшей энергии примерно в 2 раза меньше площади под максимум отвечающий больше энергии связи это означает что в исходном ядре вот протонов с меньшей энергии связи было в 2 раза меньше чем протона с большей энергии связи ну и эту картинку можно проиллюстрировать таким образом. Значит, что на основе вот этого эксперимента можно сказать о эдрелитии? Значит, можно изобразить ядерную потенциальную яму, скажем, в прямоугольном виде, ну, примерно вот глубиной 40 мегаэлектронов вольт. Вот. И в этой ядерной потенциальной яме у нас находятся три протона, три протона. Причем, значит, мы должны на этих двух, так сказать, уровнях, на которых они могут находиться, распределить следующим образом. Поскольку у нас площадь под этим максимум вдвое больше, чем площадь под этим максимумом, то, естественно, на этом уровне должно находиться вдвое больше протонов, чем здесь. Ну, единственная возможность распределить эти количество протонов вот таким образом в более глубоком энергетическом состоянии. Два протона в менее глубоком энергетическом состоянии. Один протон. Ну, и, соответственно, на этих уровнях, или, так сказать, оболочках может находиться соответствующее число нейтронов, которых тоже три. поэтому структура ядра литий-6 на основе этого эксперимента может быть изображена вот таким, в таком виде. Более того, значит, поскольку эксперимент дает нам информацию об орбитальных моментах нуклонов, находящихся на этих уровнях, то можем написать, что для нуклонов, находящихся более высоко в этой потенциальной яме, орбитальный момент один, а для более глубоких нуклонов орбитальный момент равен нулю. Данные этого и подобных опытов говорят о том, что нуклоны в ядре группируются по энергии, образуя нуклонные оболочки, аналогичные электронным оболочкам в атомах. Вот на следующей лекции мы с вами рассмотрим вот эту оболочную структуру ядер в рамках так называемой модели ядерных оболочек. Переходим ко второй теме нашей лекции деление и синтез ядер, получение ядерной энергии. Вот картиночка, которая показывает процесс деления. Имеется какое-то ядро, в которое, скажем, попадает нейтрон. И вот энергия возбуждения, которая приносится, которая появляется в этом ядре, может привести к делению этого ядра на два фрагмента. Ну, делению подвержены, как мы с вами рассмотрим, тяжелые ядра, при этом могут и вылетают дополнительные нейтроны. Но более детально об этом будет рассказано ниже. Хронология. Деление было открыто в 1938 году в Германии двумя физиками, Ганном и Штрасманом. Ну, они провели некий опыт, результаты которого показались странными. И данные данные этого опыта были проинтерпретированы Мейтнером и Фриш, которые собственно и сказали, что то, что наблюдалось, это есть деление атомных ядер. В 1942 году была осуществлена первая управляемая реакция деления в первом ядерном реакторе в Соединенных Штатах. В 1945 году были взорваны первые три атомные бомбы. Это сделали американцы. Одна бомба была первое испытание в Соединенных Штатах, а две другие были сброшены на Японию. В 1946 году появился первый ядерный реактор в Европе. Он был создан в Советском Союзе. В 1949 году была взорвана первая советская атомная бомба. Вот в эти годы в 1951 и 1952 были в Соединенных Штатах проведены первые наземные термоядерные испытания с целью создания водородной бомбы. Но первый взрыв водородной бомбы был осуществлен в 1953 году в Советском Союзе. В 1954 году была испытана современный вариант водородной бомбы в Соединенных Штатах. Через год это было сделано в Советском Союзе. В 1954 году была построена первая в мире атомная электростанция в Советском Союзе. И в 1961 году была взорвана самая мощная в истории водородная бомба. Это было это произошло в Советском Союзе. Ну вот эта картинка это фотографии Отто Ганна и Лизы Меттнер. Итак делением атомных ядер называют их распад на два реже три и более осколка сравнимой массы. Деление может быть самопроизвольным спонтанным или вынужденным то есть вызванным взаимодействием с налетающей частицей или ядром. Деление энергетической выгоды для тяжелых ядер является основным источником ядерной энергии. Энерговыделение в этом процессе составляет 10 в 14 степени джоули на килограмм и на много порядков превосходит энерговыделение всех других освоенных человеком источников энергии. Энергия деления используется в атомных электростанциях и ядерном оружии. и так ядерная энергия как ее изувлечь? Вот возможности получения ядерной энергии легко понять глядя на этот график зависимости удельной энергии связи от массового числа. Значит, видно, что существует область ядер, вот она здесь показана, в которых наклоны связаны наиболее сильно. И если мы в результате неких процессов попадаем из области менее сильно связанных наклонов, из области ядер, имеющих менее сильно связанных наклоны, в область ядер с большей энергией связанных наклонов, то энергия выделяется. То есть мы можем, скажем, произведя деление какого-то тяжелого ядра, скажем, ну, допустим, с массой порядка 200, получить два ядра с массой порядка 100, вот, а энергия связи на один уклон в этих ядрах будет больше, чем в исходных ядрах, и вот эта дополнительная энергия будет выделяться. И наоборот, мы можем соединить вместе два легких ядра, то есть перейти из этой области удельной энергии связи в эту область удельной энергии связи, и тоже попадаем к ядрам, которые имеют больше удельной энергии связи, и на нуклон, и, соответственно, вот этот избыток энергии будет выделяться. Ну, можно показать, что деление становится энергетически выгодным для ядра числом наклонного больше 90. Ну, это как бы повторение предыдущего рисунка, то есть в несколько более детальном виде. Ну, процесс деления по-английски это фишн, а процесс синтез ядер очень похожим словом фьюжн обозначается так. Итак, энергия деления может быть получена при взрыве атомной бомбы и при работе ядерных реакторов. Ну, а энергия синтеза в настоящее время получается только в том случае, если мы с вами взорвем водородную термоядерную бомбу. То есть, пока термоядерный реактор не создан, хотя над ним работают уже больше 60 лет. Итак, при делении одного тяжелого ядра выделяется энергия порядка 200 мэв. То есть, 1 грамм ядерного топлива эквивалентен 20-тоннам тринитротуола. Процесс деления атомного ядра сходен с процессом деления жидкой капли. Вот здесь показано фото последовательных деформаций и деления колеблющейся жидкой капли. Процесс деления легко понять и использовать ядерную модель жидкой капли формулу Вайт-Зеккера для энергии связи ядра. Вот это соотношение показывает связь массы ядра и энергии связи ядра. Ну и мы с вами все время получали вот формулу для энергии связи ядра. Если пренебречь слагаемое, которое отвечает за спаривание наклонов, а вклад этого слагаемого незначительный в энергию связи, то энергия связи может быть представлена в виде совокупности вот этих двух слагаемых объемов. объемная энергия поверхностная кулоновская энергия энергия симметрии. Ну и вид этих энергий мы с вами знаем, где А маленькие с разными индексами это некие числовые коэффициенты, которые тоже в общем-то известны. Теперь в процессе деления вот эти два слагаемых не меняются, а вот эти два слагаемых меняются. Ну почему? Потому что когда вы переходите от ядра к двум его осколкам, то естественно у вас поверхность исходная изменится. Поверхность исходного ядра, а в конце вы будете иметь поверхность двух осколков. Это разные величины, поэтому поверхностная энергия изменится. кроме кроме того, при делении у вас имеется два осколка, находящиеся на каком-то расстоянии друг от друга и возрастает энергия кулоновского взаимодействия, изменяется энергия кулоновского взаимодействия, поскольку в исходном ядре протоны находились ближе друг к другу, чем в этих осколках. энергия симметрии практически не меняется. Итак, в процессе деления меняются лишь поверхностная и кулоновская энергия. Изменение энергии ядра или его массы можно записать в виде суммы изменений поверхностной и кулоновской энергии. начало процесса деления отвечает переходу от сферического ядра к вытянутому при сохранении его объема. Ну, известно, что ядро, как и капля заряженной жидкости, плохо подается сжатию, поэтому объем примерно сохраняется при такой трансформации. При этом поверхностная энергия растет, так как растет площадь поверхности, а кулоновская энергия уменьшается, так как растет среднее расстояние между протонами. Поверхностное натяжение растет с увеличением поверхности и стремится вернуть ядру форму сферы. Кулоновское отталкивание протонов наоборот стремится увеличить отклонение формы ядра от сферической. Результат противоположных этих тенденций и сумма вот этих двух энергий зависит от соотношения этих энергий. Для не слишком тяжелых ядер поверхностная энергия больше кулоновской энергии и поверхностная энергия на ранних стадиях деления растет быстрее, чем падает кулоновская. Для таких ядер возникает потенциальный барьер деления. Выглядит это примерно таким образом. Поверностная энергия меняется таким образом, а кулоновская таким. Поверностная энергия естественно вначале растет, потом, когда ядро разделилось на два объекта, то естественно дальше суммарно поверхностная энергия не меняется, то есть эта поверхностная энергия выходит на некий постоянный уровень. Ну а кулоновская энергия естественно продолжает падать, поскольку осколки разлетаются и расстояние между осколками уменьшается. Вот если просуммировать эти две зависимости, то мы получим зависимость, показанную здесь черным цветом, суммарная энергия, и эта суммарная энергия будет иметь такой вид, то есть она вначале растет, а потом падает, то есть возникает некий барьер для вылета, для этого процесса, так, вот величина этого барьера, потенциальный барьер, для того, чтобы дрожи разделилось на два осколка, значит, эти осколки должны преодолеть вот этот потенциальный барьер, что с точки зрения классических понятий невозможно, а квантовая механика это допускает, как мы знаем. А вот энергия деления, это разность между энергией ядра в начальном состоянии и суммарная энергия осколка вот в конце. Ну, вот ниже под горизонтальной линией можно показать, как вот эти зависимости соотносятся к тем стадиям деления. И так вначале ядро, так сказать, от сферического к вытянутому состоянию переходит, потом к такому гантелеобразному виду, потом вот эта, так сказать, часть как бы лопается, возникает два осколка и они продолжают разлетаться. Кулоновское отталкивание протонов, то есть кулоновская энергия, инициирует деление ядра. Поверхственное натяжение, то есть поверхностная энергия, препятствует делению ядра. Поэтому статус, способность ядра к делению можно характеризовать вот этим соотношением. энергия кулоновская соотношением кулоновской энергии к поверхностной энергии. В свою очередь это отношение пропорционально вот этой величине квадратов заряда ядра на его массовое число. Это соотношение называется параметром деления. ну и мы можем написать для этого соотношения используя формулу Райдсекера вот это соотношение которое в зависимости от z и a приобретает вот такой вид как и здесь. Теперь посмотрим как выглядит поверхностная кулоновская энергия в зависимости от расстояния между центрами осколков для ядер различного веса и различной массы. Значит если масса ядра меньше чем если ядро содержит меньше чем 90 кулонов то суммарная поверхностная кулоновская энергия имеет такой вид ясно что деление невозможно поскольку ядро не может перейти в состояние с меньшей энергии в состояние с большей энергией если конечно она не получила из нее какую-то энергию. Ну и для этого случая вот этот параметр деления вот таков. Деление невозможно поскольку ну самопроизвольное деление невозможно поскольку энергия деления отрицательна. ну если количество нуклонов в ядре достигает примерно 90 то суммарная поверхностная кулоновская энергия в зависимости так сказать от расстояния между осколками приобретает такой вид и в принципе уже спонтанное деление ну с очень незначительной вероятностью становится возможной ну энергия деления порядка нуля ну вот если у нас количество нуклонов в ядре меняется вот в этих пределах а это как с интервал всех тяжелых ядер которые мы знаем то вот для этого интервала деление является энергетически выгодным зависимость суммарной поверхности нуклонской энергии имеет такой вид ну и конечно возможно спонтанное деление самопроизвольное прохождение через потенциальные барьеры ну и эта ситуация отвечает параметру деления меняющимися от 17 до 48 если мы увеличим количество нуклонов ядрё до 300 и более то в этом случае мы с вами будем иметь вот такую ситуацию то есть вообще никакого барьера нет и даже если мы попытаемся организовать ядро с таким количеством нуклонов то оно самопроизвольно разделится то есть вообще говоря ядра с числом нуклонов более 300 не могут существовать они мгновенно будут делиться на осколки то есть вот это число порядка 300 это примерно граница периодической системы элементов итак тяжелые яда подвержены делению но самопроизвольно то есть спонтанное деление таких ядер происходит довольно со значительным периодом полураспада многие годы могут даже тысячелетия причем такое деление может произойти но можно вызвать мгновенное деление скажем если доставить ядро энергии достаточную для мгновенного преодоления потенциального барьера это можно сделать с помощью нейтрона потому что нейтрон нейтрален он может подойти к ядру не испытывая кулонской отталкивания насколько угодно малое расстояние может быть захвачено этим ядром то есть ядро будет внесена энергия порядка энергии отделения этого ядра плюс кинетическое порядка энергии отделения нейтронов из этого ядра плюс кинетическая энергия попавшего нейтрона и если эта энергия суммарно больше чем высота барьера происходит мгновенное деление ну вот картинка такого процесса сейчас будет видео такого процесса будет показано вот нейтрон поглощается ядром делится на два осколка ну и при этом вылетает дополнительные нейтроны ну еще раз ну почему вылетают дополнительные нейтроны мы с вами обсудим чуть ниже так вот некая временная развертка деления так и так в ядро скажем в нулевой момент времени попадает нейтрон ядро начинает вытягиваться и потом лопается на два фрагмента для этого требуется время порядка 10 минут 14 секунды образовавшиеся осколки находятся в возбужденном состоянии поэтому они испускают фотоны гамма-кванты значит гамма-кванты показаны здесь вот этими волнистыми зелеными стрелками ну и после этого ядро еще будет испытывать дополнительное дополнительное снятие возбуждения то есть бета-распад почему потому что у тяжелых ядер соотношение числа нейтронов к протонам больше чем у более легких ядер поэтому если мы разделили тяжелое ядро на два более легких фрагмента то в каждом из этих фрагментов будет некий переизбыток нейтронов и поэтому ядро стремится избавиться от этого переизбытка но простейший способ это бета-распад то есть избыточные нейтроны испытывают бета-распад переходит в протоны со спусканием электронов и антинейтрина ну и после этого процесса конечные вот эти вот объекты тоже остаются в возбужденном состоянии и испускают фотоны теперь почему здесь появляется вместо одного нейтрона возникает большее количество попадает один нейтрон а вылетает скажем в данном случае три нейтрона это связано с тем с тем же самым фактом что осколки перегружены нейтронами и даже в момент их деления происходит некое избавление ядер от этих переизбыточных нейтронов то есть характерной особенностью деления является то что в момент деления вылетают дополнительные нейтроны и вот этот эффект он используется при получении ядерной энергии так что являются продуктами деления это два осколка два три мгновенных нейтрона мгновенные гамма кванты продукты бета минус распада и гамма кванты осколков характерная особенность деления осколки как правило существенно различаются по массам реакции наиболее вероятное деление изотопа урана 235 вызванного захватом нейтрона значит при присоединении нейтрона к кедру уран 235 образуется вот этот изотоп ну и спускается значит гамма квант вот и дальше возникает два вот этих осколка и два нейтрона это вариант наиболее вероятного деления то есть одного из возможных вариантов деления распределение энергии наиболее вероятное выделение урана 235 тепловыми нейтронами основная энергия деления это кинетическая энергия осколков ну и остальные варианты распределения энергии показаны здесь так видно что значительная часть энергии это продукты распада осколков ну все в данном случае энергии деления порядка 208 мегаэлектронов вольт ну здесь показано массовое распределение осколков деления и число нейтронного деления урана 238 вот посмотрите на этот график вот точки с ошибками это экспериментальная масса осколков вот этого ядра урана 238 видно что существует два максимума значит в основном осколки так сказать имеют легкий осколок имеют вот такие массы тяжелый осколок такие массы это теоретическая кривая ну и на нижнем графике показано количество мгновенных нейтронов деления эти данные получены у нас здесь в московском университете в институте ядерной физики неяв мгл так на ускорителе электронов бета-троне ну вот в более таком проще видено показано массовое распределение осколков деления урана 236 значит речь идет о ситуации когда у вас нейтрон попадает в ядро уран-235 образуется ядро уран-236 ну и вот в такой достаточно простой форме показано распределение массовое распределение осколков деления значит мы уже видели что это массовое распределение имеет два максимума максимум отвечающие легкому осколку и тяжелому осколку ну и каждый из этих осколков естественно перегружен нейтронами и испытывает бета-распад вот в данном случае в случае уран-236 для легкого осколка который с наибольшей вероятностью появляется число наклонов 94 а для тяжелого осколка который с наибольшей вероятностью вылетает число наклонов примерно 140 ну и вот легкий осколок испытывает две ступени бета-распада превращается в стабильное ядро а тяжелый осколок испытывая четыре ступени бета-распада превращается вот в это стабильное ядро то есть мы с вами понимаем что осколки являются бета- радиоактивными ядрами теперь цепная реакция деления что имеется ввиду мы с вами видели что при делении количество нейтронов вылетающих из ядра больше чем как правило больше чем единицы это два может быть три осколка и так далее и вот если вылетевшие из ядра скажем два нейтрона так сказать произведут дальнейшее деление то количество нейтронов в следующем акте вдвое вырастет их станет четыре и так далее и если эти нейтроны будут вызывать дальнейшее деление то количество нейтронов этих будет все время возрастать вот это и имеется и под этим понимают цепное понятие это является понятием цепной ядерной реакции значит вот первое поколение нейтронов к первому поколению нейтронов можно отнести ну как бы самый первичный нейтрон второе поколение нейтронов два нейтрона третье поколение четыре нейтрона и так далее так значит в одном акте деления еще раз используем их значит в атомной бомбе например в атомной бомбе используются ядра уран 235 и Плутоний-239, и спускается в среднем 2-3 нейтрона. Условия осуществления цепной реакции деления. Число нейтронов, вызывающих деление, в следующем поколении должно быть не менее, чем в предыдущем. Если оно не зависит от поколения, то есть неизменно, то коэффициент размножения нейтронов К равен 1, режим критический, и цепная реакция протекает в стационарном режиме. Это имеет место в ядерных реакторах. Если коэффициент размножения меньше единицы, то режим подкритический, цепная реакция затухает. Если коэффициент размножения больше единицы, режим надкритический, цепная реакция лавинообразно, экспоненциально нарастает и завершается ядерным взрывом. Единственным встречающимся в природе элементом, которым может служить в качестве ядерного горючего, является уран. В естественной смеси изотопов урана доминирует уран-238, его в ней, в этой смеси, 99,3%, а урана-235 всего 0,7%. Цепная реакция возможна лишь на уране-235, и за счёт её присутствия в обогащённой им смеси изотопов урана, может делиться нейтронами любых энергий. Итак, цепная реакция возможна лишь на уране-235, и за счёт её присутствия в обогащённой им смеси изотопов урана, уран-235 делится нейтронами любых энергий, как быстрыми с энергией 1,3 мэва, образующимися при делении, так называемые, мгновенные нейтроны, так и тепловыми с энергией, вот, которые здесь указаны, сотые доли электрон-вольта, которые находятся в тепловом равновесии с атомной средой. Тепловые нейтроны, поглощённые ядром урана-235, приводят к образованию ядра урана-236 в состоянии с энергией возбуждения примерно 6,5 мэв, равной энергии отделения нейтрона из этого ядра. Эта энергия выше барьера деления урана-236, этот барьер около 6 мэв, и поэтому происходит мгновенное деление. Причём эффективное сечение деления урана в этом случае тепловыми нейтронами очень велико, 580 барн, против нескольких барн для быстрых нейтронов деления, что и приводит к эффективному делению. Ну, здесь будет показано сечение деления трёх тяжёлых ядер урана-235, уран-238 и плутония-239 нейтронами различных энергий. По горизонтальной оси энергии нейтронов в мегаэлектрон-вольтах, по вертикальной эффективной сечении деления в барнах. Ну, для урана-235 вот такая зависимость имеет место. Вот эти резонансы, те резонансы, которые мы с вами видели, например, на картинке возбуждения ядратория нейтронами, помните, там были у нас некие, так сказать, острые пики, резонансы, так называемая резонансная область, которая имеется у всех ядер при этих энергиях нейтронов. Условно она показана здесь, таким образом. Уран-235 тепловыми нейтронами с низких энергий не делится, он начинает делиться нейтронами с энергией больше одного мава, и вот сечение сравнительно небольшое. Плутония, так же, как и уран-235, делится как тепловыми нейтронами, так и быстрыми нейтронами. Причём видно, что величины сечения, деления вот этих двух ядер, уран-235, уран-239, очень большие. Собственно, это позволяет, используя эти ядра, получать ядерную энергию, как, так сказать, в церсонарном виде, скажем, в реакторах, так и в виде взрывов атомных бомб. Ну, когда работает ядерный реактор, то чаще всего используют замедленные нейтроны, нейтроны малых энергий, поскольку для них вероятность деления велика. Ну, а при делении возникают нейтроны вот с энергиями, там, примерно 1 мегаэлектрон в среднем, то есть быстрые нейтроны, и желательно работать с нейтронами малых энергий. Для этого их надо замедлять. Вот используют процесс замедления нейтронов. Замедление нейтронов — это необходимый этап работы ядерного реактора на тепловых нейтронах, то есть необходимо перевести нейтроны в ту область энергии, значит, которая примерно соответствует энергии теплового движения атомов среды. Это очень малая энергия, сотая доля электронов. Для этого используют замедлитель, легкие вещества, которые слабо поглощают нейтроны. Лучше замедлитель — это тяжелая вода и углерод. Ну, вот характеристики, так сказать, некоторых веществ по отношению к этому процессу замедления. Значит, ясно, что если вы используете, например, воду, то число соударений должен замедлить нейтрон от энергии 1 мэф до 1,1 электронов. Вот, значит, здесь сравнительно небольшое, так, время замедления тоже малое, и среднее удаление от источника нейтронов. Ну, а тяжелые ядра, конечно, нельзя использовать, поскольку в этом случае нейтроны как бы отскакивают или рассеиваются тяжелыми ядрами, как, скажем, какой-то мячик от массивной стены, то есть практически не меняя свою энергию. Ядерный реактор на тепловых нейтронах, как он выглядит? Ну, вот схема этого ядерного реактора. Это некий объем, в котором находятся ядерные топлива, такие вот стержни, которые называются твеллами, тепловыделяющие элементы. То есть они содержат, скажем, уран-235. Теперь для замедления используются вот эти вот замедлители, ну, скажем, углерод, углеродные стержни, так. Ну, и используется теплоноситель. То есть в этот объем снизу поступает какой-то холодный теплоноситель, например, вода. Значит, эта вода проходит через объем ядерного реактора, где происходит выделение энергии. Вода, скажем, нагревается, выходит из объема ядерного реактора уже в нагретом виде и используется дальше для получения электрической энергии. В качестве вот этого теплоносителя, кстати, может использоваться даже металлы, так. Ну, известно, что натрий – это металл, который, так сказать, можно перевести в жидкое состояние при сравнении небольшой энергии. То есть теплоносительный может быть, скажем, жидкий натрий, что является более эффективным, чем вода. Кроме того, в ядерном реакторе есть управляющие стержни. Функция их такова, так. Значит, для того, чтобы управлять скоростью деления. Значит, эта управляющая стержня содержит элементы, которые очень быстро поглощают тепловые нейтроны. Если мы видим, что ядерный реактор разгоняется, то есть начинает увеличивать свою мощность и может перейти, так сказать, в опасный режим взрыва, то необходимо уменьшить количество тепловых нейтронов в объеме реактора. Для этого можно использовать эти управляющие стержни, которые вводятся внутрь реактора и поглощают тепловые нейтроны, замедляя процесс деления. Итак, управление реактором. Вот снова картиночка. Вот это управляющие стержни. Это тепловыделяющие элементы. Значит, если мы управляющие стержни, так сказать, ввели внутрь ядерного реактора, то ядерный реактор не работает, поскольку выделяющиеся какие-то нейтроны, выделяющиеся в процессе деления нейтроны быстро поглощаются и цепная реакция не развивается. Ну, если, так сказать, мы поднимем, выдернем эти управляющие стержни, то возникает ядерная реакция. Стержни, вот эти вот тепловыделяющие элементы, начинают выделять огромную энергию. Мы можем вновь, так сказать, заглушить работу реактора, введя внутрь его вот эти управляющие стержни. Ну, реакторы бывают разных размеров. Вот, скажем, вид реактора сверху. Значит, мы видим вот это количество, так сказать, стержней, так сказать, тепловыделяющих, которые представляют тепловыделяющие, так сказать, элементы. И управляющие стержни, вот они, показаны здесь. Реакторы бывают разных размеров. Они могут быть сравнительно небольшими. Ну, и иметь довольно большой размер. Это черенковское излучение реактора. Значит, если мы с вами посмотрим на реактор сверху в темноте, то увидим вот это смещение. Значит, оно вызвано тем, что каждый ядерный реактор – это источник бета-распада, при котором возникает много электронов, довольно быстрых, так, и который, двигаясь, так сказать, вот в этом веществе, скажем, в воде вот этого реактора, могут вызывать черенковское излучение. Теперь атомная электростанция. Что он представляет из себя? Ну, во-первых, деление одного грамма урана в течение суток дает мощность 1 мегаватт. Вот схема ядерного реактора, вот здание реактора, вот сам реактор, с этими, так сказать, стержнями, стержнями, тепловыделяющими элементами и управляющими. Через объём реактора проходит некая жидкость, так. Вот она входит в сравнительно ненагретом виде. Потом, проходя через реактор, нагревается, видите, становится более тёмного цвета такого. Вот. Дальше, значит, проходит через некий второй, вторичный контур. Вторичный контур, это вот показано синим цветом. Это, скажем, может быть вода. Проходит через вторичный контур, отдавая вот это вот тепло этой воде. Ну и дальше, возвращаясь в более охлаждённое вине, снова в этот реактор, так. То есть постоянно происходит передача тепла вот этой воде. Причём эти два контура разделены. Значит, этот контур радиоактивный. Нужен второй контур, чтобы, так сказать, вода не была радиоактивной. Ну и вот эта вода второго контура, так. Значит, она нагревается до парообразного состояния. Поступая, значит, в зал, где находится турбина, начинают её вращать. И затем, за счёт этого вращения, у нас начинает работать электрогенератор, который начинает вырабатывать электрическую энергию, которая запитывает, так сказать, ну, скажем, какой-то город. Ну вот ещё одно видео о работе атомной электростанции. Реактор на воде под давлением. Вот сама активная зона реактора красным цветом показана здесь. То есть, там происходит деление. Нейтроны попадают в тяжёлое йода. Вызывают их деление. Возникают вторичные нейтроны. Ну и возникает цепная реакция. Деление. Освобождение большой энергии. Вот нагретые вот эти стержни тепловыделяющие. То есть, можно заглушить работу реактора, введя контрольную или управляющую стержню для поглощения нейтронов, чтобы сделать умеренным вот это энерговыделение. Вот это теплоноситель вот таким коричневым цветом, видите, да. Этот теплоноситель первого контура вращая взаимодействует с теплоносителем второго контура, который красным цветом показан. И вот этот пар от этого теплоносителя вращает вот турбины и создаёт и генерирует электроэнергию. Значит, ещё раз вот этим цветом теплоносители первого контура, красным цветом теплоносители второго контура. Ну и эта система приводит в работу турбины и электрогенераторы и генерирует электрическую энергию, которая поступает вот в общую, так сказать, электросеть какого-то региона. Теперь посмотрим, насколько этот метод получения энергии популярен, так сказать, в мире. Ядерно-реакторы на мировой карте, они красными точками здесь показаны. Ну, ещё видно, что основное количество ядерных реакторов сконцентрировано в Европе, в Америке и в Японии. Это наиболее развитые страны, которые в состоянии иметь такие реакторы. Ну и вот здесь я вам приду таблицу, которая показывает доли атомной энергетики в национальной энергетике. Больше всего атомных электростанций в Соединённых Штатах больше 100. И доли этой ядерной энергетики и в общей энергетике в Соединённых Штатах около 20%. На втором месте Франции. Обратите внимание, 75% электроэнергии, которая вырабатывается во Франции, это электроэнергия от ядерных реакторов. Япония. Южная Корея. Россия. Ну, это немножко устарелые данные, но не так важно. Значит, в России, как здесь указано, 33 атомных электростанции и доля ядерной энергетики около 18%. Обратите внимание, что доля атомной энергии в энергетике Украины приближается к 50%. Эти все ядерные реакторы были в советское время построены для Украины. Германия. Ну, в Германии сейчас нет ядерных реакторов, они отказались от этого типа получения энергии, о чём, правда, сейчас жалеют уже так. Ну, и ещё некоторые страны. Теперь перейдём к вопросу о том, как работает атомная или ядерная бомба. В атомной бомбе используется цепная реакция деления ядер урана-235 или плутония-239, так как эти ядра делятся нейтронами любых энергий и вероятность деления этих ядер наибольшая. И замедления нейтронов не требуется. Плутония-239 в природе нет, его получают, а получая уран-238 в ядерном реакторе нейтронами. Вот. Соответствующие реакции здесь приведены. Критическая масса. Критическая масса это минимальная масса, делящиеся вещества, в которой протекает несатухающая цепная реакция деления. Критическая масса минимальна для сферических тел. Металлические плутония-239 и уран-235 в форме сферы имеют критические массы соответственно 11 и 50 килограммов. Вот для того, чтобы вы представили себе, что как выглядят вот эти сферы с критической массой для плутония и урана-239, я вам приведу такой рисуночек. Вот эти вот шарики металлические, так, внизу линейка. Значит, вы видите, что металлические шарики из урана-235 диаметром 15 сантиметров уже будет иметь критическую массу. Для плутония это меньше, чуть меньше 10 сантиметров диаметра. вообще плутония это наилучшее вещество, так сказать, для создания атомной бомбы. И в основном стараются делать бомбы из плутония. Ядерный взрыв. Для ядерного взрыва нужно мгновенно соединить несколько кусков делящегося материала с докритическими массами в один кусок с массой больше критической. Уменьшить критическую массу в 2-3 раза и более можно, сжимая делящееся вещество и используя внешнюю оболочку отражающую нейтроны. Для ядерного взрыва вот если мы имеем, так сказать, внешнюю оболочку отражающую нейтроны и добавим еще некое сжатие, то для ядерного взрыва достаточно иметь всего 5-6 килограмм плутония 239 или 20 килограммов урана. обогащенного до 90-95% ураном 235. Напоминаю, что вот именно уран 235 делится с выделением энергии. Есть два способа подрыва. Это оружейные, пушечные, когда вы, скажем, имея две докритические массы, одной из них стреляете в другую, так, и происходит соединение в массу равную или больше, чем критическую. Ну и второе имплозия, так называемый взрыв внутрь. Я чуть ниже покажу, как это выглядит. Время ядерного взрыва это 1 микросекунда примерно, в центре давление 10-12 атмосферов и температура 10-8 кельвинов, то есть температура в 10 раз больше, чем, скажем, внутри Солнца. Ну и число поколений деления достигает в 80-ти. Ну, рассмотрим атомную бомбу со сферической имплозией. Это современный, так сказать, вариант атомной бомбы. Вот она выглядит таким образом. Это, так сказать, некий шарообразный, так сказать, объём. Внутри находится Плутония 239, причём он в виде двух, так сказать, тел с докритической массой, вот, скажем, внутренняя часть и внешняя в виде такого, кольца, что ли, так. Вот. Между ними некое пространство, так. В процессе, так сказать, организации атомного взрыва вот эти две субстанции плутониевые должны соединиться. Вещество плутония с массой больше, чем критическая, должен произойти взрыв. Как это делается, так. Ну, имеется некая взрывчатка химическая, так, вот она здесь вот, расположена вокруг. Ну, для того, чтобы привести в действие химический взрыв, нужны детонаторы, они тоже показаны, так. Кроме того, здесь есть некий алюминиевый толкатель, вот он, так. его функция такова, когда начнется вот этот взрыв, сходящийся к центру, так, этот взрыв приведет к тому, что вот этот алюминиевый толкатель начнет сжиматься, начнет давить на этот внешний слой плутония и, так сказать, соединит его с внутренним слоем плутония и произойдет взрыв. Кроме того, имеется нейтронный источник, вот здесь внутри, так, но нейтронный источник, я не буду говорить, как он устроен, значит, дело в том, что в момент вот этого сжатия, создания критической массы, необходимо впрыснуть, ну, хотя бы несколько нейтронов в эту область, чтобы, так сказать, быстро развился атомный взрыв. Если это не сделать, то взрыв может быть замедленным и не таким эффективным. Но об устройстве нейтронного источника мы с вами говорить не будем. Теперь посмотрим, значит, как работает эта система. Вот взрыв пошел химический, вот толкатель начинает работать, вот взрыв. Давайте повторим еще раз, так, если получится. Ну, вот. давайте коснемся немножко истории активизации атомной гонки вооружений. Вот я вам покажу сейчас ядерный ансенал из Соединенных Штатов и СССР в разные годы. Вот обратите внимание, 49-й год, это год, когда мы впервые создали атомную бомбу, у нас было всего две, а в Соединенных Штатах уже было 169. 50-й год уже около трехсот бомб было в Соединенных Штатах, а нас всего 11. Ну, в 51-м году у нас было 34 бомбы. То есть, совершенно ясно, что активизация атомной гонки вооружения инициировали Соединенные Штаты. Вот с какой целью они готовили такое огромное количество атомных бомб. Есть сведения, есть даже документы о том, что Соединенные Штаты планировали покончить с Советским Союзом. Для этого накапливали огромное число атомных бомб. Почему 300? Казалось бы, и меньшего достаточно. Ну, есть такая версия, что, значит, они проанализировали устойчивость нашей страны, ну, и в качестве фактов взяли Вторую мировую войну, когда у нас было уничтожено 60% промышленного потенциала, и тем не менее мы Германию победили. Значит, надо было уничтожить не менее 60% промышленного потенциала Советского Союза, а для этого нужно было разбомбить основные города. Вот такие основные города, где, значит, какая-то промышленность была, там их около 300 этих городов, поэтому по каждому городу надо было ударить атомные бомбы. Вот. Теперь смотрите, что интересно. Когда американцы всем этим занимались, они были уверены, что у нас очень долго не будет атомной бомбы, лет 10, так, то есть, так сказать, уверенно накапливали это оружие с тем, чтобы бахнуть по нам, так. и вдруг неожиданно в 49-м году в анализе атмосферы воздушной они обнаружили доказательство того, что атомная бомба взорвана в Советском Союзе. Тогда у нас было всего две бомбы, так. Ну, возникает вопрос, почему они сразу после этого не ударили по нам. Это вопрос тоже такой дискуссионный, это было рискованно, потому что даже если бы они такой удар сделали, мы могли бы все-таки суметь там одну-две бомбы направить, скажем, на Европу, но до Америки мы бы не долетели, но, скажем, по какой-то из столиц европейские могли ударить. Это был большой риск. То есть, они не знали, сколько у нас бомб вообще в этот момент. Ну, еще что здесь сказано? Здесь сказано, что в 46-м году американцы наезжают разрабатывать супербомбы, то есть водородную. Вот они хотели, значит, не только иметь атомную бомбу, но и водородную бомбу более, так сказать, мощную. И, естественно, эти работы форсировались вот с 50-го года, когда стало ясно, что Америка потеряла монополию на атомную бомбу, надо иметь что-то более мощное. Так и вот такая ситуация. теперь посмотрим на тех людей, которые, собственно, спасли нас от этой атомной смерти, вернее, наших предков, но и нас с вами, возможно, не было бы, если бы это не было сделано. Итак, посмотрим на героев советского атомного проекта. Курчатов руководитель, трижды герой Советского Союза, трижды герой социалистического труда. Харитон, главный конструктор, научный руководитель Разомаса. Ну, было два центра, где бомба разрабатывалась. В Разомасе это Саров нынешний и в Челябинске. Зельдович, выдающийся физик, заместитель Харитона, тоже трижды герой социалистического труда. И Щелкин. Щелкин вот как раз руководил работами в Челябинске. Тоже трижды герой. Это единственные трижды герои социалистического труда в нашей стране. Это Флеров. Ну, Флеров чем известен? Это выдающая физика, именно которого назван один из химических элементов, как вы знаете, Флерови. Он сыграл большую роль в активизации этой работы, поскольку в 1942 году, будучи мобилизованным на фронт, он работал на аэродроме в Казани. А это был физик, который вместе с Петром Жаком открыл спонтанное деление атомных ядер, а не из видах радиоактивного распада. Естественно, он интересовался этой областью, читал статьи, и он обнаружил, что вдруг исчезли все статьи западные, которые касаются процесса деления. он сразу понял, что все работы засекречены, идет разработка атомного оружия. Он написал письмо Сталину с просьбой начать такие же работы и у нас. Реакция была вначале очень слабая, потом ему снова пришлось письмо написать. Большую роль сыграло то, что был обнаружен один погибший в автомобиле немецкий офицер, в сумке которого обнаружилась тетрадь, где были расписаны всякие формулы, связанные с делением. То есть было ясно, что эти работы по делению активно ведутся в фашистской Германии. Ну и так далее. Фактически мы начали работать над этой атомной бомбой активно. Только начиная с 1945 года, после окончания войны, поскольку сложно было организовать эту работу в полном объеме, вот в условиях тяжелой очень войны. Во главе атомного проекта стоял Ваврентий Павлович Берия. Вот его фотография. Это тоже герой соцтруда. И вот смотрите слова, которые произнес Курчатов. «Если бы не он Берия, бомбы бы не было». Это совершенно правильно. у вас наша некая современная литературная журналистская братья оболгала этого человека, не только она. На самом деле этот человек сыграл потрясающую роль. Во-первых, он все организовал в условиях войны. Это было сотни тысяч людей привлечь, специалистов, создать им возможность для работы. Это первое. Это все он сделал. И очень быстро, эффективно. Кроме того, для быстроты нужны были разведывательные данные, поскольку для того, чтобы создать атомную бомбу, нужно было создать обогащенные, скажем, уран-235, там или плутоний. И были разные технологии. Если пойти по неверному пути, можно было затратить очень много времени. Поэтому он организовал разведку. У него была очень эффективная разведка, причем никаких данных документальных об этих разведчиках нигде не было. Это были люди, которые, так сказать, как бы лично работали с Берией. Кто были эти люди? Это были зарубежные ученые коммунистического настроя, многие из них даже были коммунисты, которые работали в атомных проектах из Соединенных Штатов и Англии. Они сами даже предложили передавать эти секреты в Советский Союз, поскольку понимали, что появление атомного оружия одной страны это очень опасно. то есть мы фактически на момент испытания своей атомной бомбы имели всю информацию о том, как устроена американская атомная бомба. Вот это его заслуга. И кроме того, секретность. Я вам сказал, что для американцев взрыв нашей бомбы был полной неожиданностью. Это же как нужно было секретность организовать, чтобы лучшие разведки мира ничего об этом не знали. Это тоже заслуга Берия. То есть его заслуга просто неизмеримая, я считаю. Мы должны быть благодарными. Кроме того, я должен сказать, что и в строительстве Московского университета он самую первостепенную роль сыграл, поскольку, когда строился Московский университет, он вызвал Берия и сказал, это будет твоим делом, поскольку ты по образованию архитектор. Он действительно учился архитектуре. Так что мы здесь, проходя по этим прекрасным, так сказать, местам, окружающим Московский университет, должны вспоминать и Лаврентия Павловича. Он сделал то, что под университет была, ну, так сказать, отведена лучшая часть Москвы, была хорошо засажена и отделена от остальной части города. А сейчас мы имели бы здесь, вот, например, сплошные, значит, торговые центры и огромное количество домов. Всего этого нет. Ну, это так, некое лирическое отступление. Значит, двигаемся дальше. Теперь как, что такое водородная бомба? Вот показаны реакции синтеза с изотопами водорода, так. Вот две нижние реакции являются наиболее подходящими для реакции синтеза. Они имеют достаточно большое сечение энергии выделения. Еще одна важная для термоэнеридного проекта реакция вот такая. Реакция на литий-шестом. Значит, дело в том, что в любой реакции синтеза выделяются нейтроны, и если поместить в эту среду еще литие, то на этом литии нейтроны будут вызывать вот эту реакцию тоже с выделением достаточно большой энергии. Это тоже используется в ядерной бомбе. Основная реакция синтеза вот здесь показана. Реакция соединения двух изотопов водорода в ядро гелия и с выделением вот такой энергии 17,6 МФ суммарная энергия. Температуры при взрыве атомной бомбы недостаточны для инициации самоподдерживающейся реакции синтеза. Ключевой явилась идея о сжатии дейтерия или дейтерия-третьего смеси. Необходимое давление десятки миллионов атмосфер. Я вам показывал на одной из предыдущих слайдов, что американцы стали работать над водородной бомбой довольно давно, но они потеряли очень много времени. Почему? Потому что идея была такая взять жидкий дейтерий, соединить их так, это соединение и воспламенение что ли с помощью атомного взрыва. И вот у них никак не удавалось это сделать. Никак эффективно не успевал соединиться вот этот дейтерий на гелий. Он раньше, так сказать, как бы разлетался. И вот они потеряли очень много времени на этом, на попытке сжать жидкий дейтерий. Ну, вот эта проблема, она впервые была у нас решена. Ну, вот энергия для осуществления ядерного взрыва должна быть вот такая, которая здесь записана. А для этого, вот скажем, дейтерий и третий должны вот с такими, так сказать, энергиями двигаться навстречу друг другу. Ну, посмотрим принцип действия современной термоядерной, то есть водородной бомбы. Значит, она действительно начинает работать со взрыва ядерной бомбы. Вот. Дальше, значит, вблизи располагается термоядерный заряд, ну, скажем, плутоний, извините, не плутоний, значит, дейтерий или там тритий, ну, в каком виде, я скажу, чуть ниже, так. И вот, когда происходит взрыв атомной бомбы, возникает рентгеновское излучение, которое сжимает вот этот термоядерный заряд, нагревает его, так сказать, и возникает ядерный взрыв. Вот интересно, что до этого додумались не сразу, вот, сжимать не просто ядерным взрывом, а рентгеновским излучением. Дело в том, что 80% энергии атомного взрыва испускается в виде рентгеновского излучения, причем поток этого рентгеновского излучения настолько мощный, что он соответствует плотности металла, буквально. Ядерный взрыв генерирует интенсивное рентгеновское излучение, которое, фокусируясь на термоядерном заряде, а термоядерным зарядом является не просто жидкий дейтерий или тритий, а дейтерит литий, вот это соединение, 6 литий дейтерий. Здесь уже дейтерий в твердом виде, уже эта стадия сжатия его, так сказать, самая трудная миновалась, с чем американцы не могли справиться. Вот. И вот этот взрыв взрывает, сжимает вот этот дейтерит лития, нагревает его и инициирует термоядерный синтез. Дейтерийное излучение спускается в первую микросекунду ядерного взрыва. Ну вот я покажу, как работает двухступенчатая бомба. Вот эта схема называется схема Теллера-Углама. Это два американца, которые впервые это предложили. Современная термоядерная бомба работает вот по этому принципу. Значит, есть первая ступень, первая ступень это вот ядерная бомба, так, вторая ступень это вот часть, которая содержит термоядерную взрывчатку, скажем, плутоний. Я детально не буду здесь так сказать, это все расписывать, это можно посмотреть, в принципе, так. Значит, основная идея какая? Рентгеновское излучение атомного взрыва опережает ударную волну деления и успевает вызвать синтез до того, как вся система разлетится. Вот как работает эта бомба. Вот начинается ядерный взрыв, это верхняя часть атомной бомбы. Взрывается так, вот она генерирует рентгеновское излучение, которое отражается от стенок и сжимает термоядерный заряд, так, и он начинает взрываться, так, и возникает взрыв, так, примерно так. Теперь я сказал о том, что первая водородная бомба была взорвана в Советском Союзе. Она отличается от той схемы, от которой мы только что с вами посмотрели. Эта бомба, её называют слойка Лидочка. Она была собственно сделана Сахаровым в содружестве с Гинсбургом. Гинсбург это наш известный теоретик, Нобелевский рёт по физике, который тоже был привлечён на некоторых этапах к разработке ядерного оружия. Что представляет собой эта бомба? Она работает на другом принципе. Вот её схема. внутренняя часть это обычная ядерная бомба, деление. Где есть некий плутоний в виде двух разделённых частей, которые соединяются в момент ядерного взрыва. А вот термоядерный заряд заключён в этих внешних слоях от 7 до 12 слоёв вот этого дейтерида лития, вот он жёлтым цветом показан, и уран-238. Значит, какая ситуация с дейтеридом литиям? Для использования дейтерида лития догадался Гинсбург. Американцы упустили в этот момент. Потом они, конечно, к этому пришли. Вот. Для чего уран-238 нужен? Дело в том, что когда возникает ядерный взрыв, возникает много быстрых нейтронов, быстрых нейтронов, а они способны делить уран-238. То есть возникает дополнительное деление вот этих слоях уран-238, что повышает энерговыделение. Вот эта бомба, она, так сказать, ну, как бы комбинирована. Она использует эффект и ядерного взрыва, энергия от ядерного взрыва и от термоядерного взрыва. Вот это был первый вариант этой бомбы. Ну, почему называется слойка, ясно, почему лидочка, точно, тоже понятно, да. Вот, это вот первая термоядерная бомба. Ну, еще раз напоминаю, что, ну, сейчас у вас есть литий, вот, имеется много нейтронов, то возникает вот дополнительная реакция вот такая, к синтезу доэтерия, вот, прибавляется реакция такая, вот, которая тоже увеличивает энерговыделение. Так, эта бомба называется РДС, 6С, кстати, РДС расшифровывается так, Россия делает сама так. Испытано была на Семипалатинском полигоне, вот, в 53-м году, до того, как американцы впервые удалось свою водородную бомбу взрывать. Она имела мощность 400 килотонн, это в 20 раз мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная, вот, скажем, на Керосиму и на Гасаки. Но, все-таки, вот, основная сейчас схема, это та, о которой я чуть раньше рассказывал, схема Теллера-Уллома. Мы эту схему тоже реализовали, но на год позже, чем американцы, американцы в 54-м году, а мы в 55-м году. Ну, посмотрим на ключевых разработчиков советского водородной бомбы. Это, конечно, Сахаров, так, Зельдович, опять-таки, так, Гинсбург, роль, которую, я сейчас сказал, Трутнев, вот, ну, еще два физика, так, ну, последний, так сказать, сюжет в нашей сегодняшней лекции, так называемой царь-бомба, самая мощная бомба, которая была создана человечеством на 100 мегатонн, ее характеристика. Это была трехфазная водородная бомба с такой вот мощностью. Термоядерный двухстудийный заряд первой ступени должен был дать взрыв полторы мегатонны, то есть, это, значит, примерно в четыре раза мощнее, чем вот эта бомба лидочка, так, сахарова лидочка. Потом инициировался термоядерный взрыв второй ступени на 60 мегатонн, оболочка из Урана-238 должна была дать еще 50 мегатонн. Проектная мощность уменьшена была вдвое, просто за счет того, чтобы не пугать мировую общественность. За счет замены Урана-238 инертным к делению свинцом в оболочке. Она была взорвана 30 ноября 61 года над новой землей, сброшена на парашюте с самолета на высоте 10,5 километров, взрыв был на высоте 4 километров, мощность 58 мегатонн. Вот ее, так сказать, вид. Это гигантская совершенно штука так. Вот, 27 тонн. Ее, кстати, в самолет нельзя было погрузить. Никакой самолет не в состоянии был вместить такую бомбу. Ее привязали к брюху самолета. так. Ну, давайте посмотрим кое-что об этом зрели. Вот сам взрыв. 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 Вот камеры находились на расстоянии примерно 15 километров, то есть через 15 секунд, поскольку взрывная волна идет со скоростью километров в секунду, вот эти камеры начинают дрожать. То есть ударная волна доходит до камеры. Давайте дальше. Ну, это некое, так сказать. Ну, говорят, что это взрыв ярче тысячи солнц. Мощью безмерное и грозное небо над миром блистало, если бы тысячи солнц раза на нем засияло. Это отрывок из древнего индейского эпоса. Ну, еще и последний фильм о том, как это было организовано у нас, этот взрыв. Этот фильм небольшой, но три минуты. Давайте посмотрим. субтитры и субтитры и субтитры Продолжение следует... Вот видно, как бомба там была привязана к брюху самолета. Продолжение следует... Волна взрывная обогнула земной шар по северной параллели. Поэтому на основном земном шаре это не почувствовали. Продолжение следует... Ну, зачем? Вопрос хороший, не только к нам, конечно. Всё, спасибо. На этом лекция закончена.